Вот такой утеплитель. Он заявлен 50 толщины, по внешнему виду даже не скажешь, по-моему сотка. Не похоже, что это в два рулона вместе сложено. Чуть меньше 16 квадратов, чуть больше 1000 рублей. Опа! И на потолке. Я бы сказал, что, ну да, он похож на сотку, поэтому пришлось вот так вот его подпирать. Это будут, причем, закладные для вагонки, она будет вот так вот крепиться. Ну вот, подготовка к пароизоляции. И чтобы не пылило, и чтобы меньше фольга громыхала, сначала все это будет прикрыто как раз бумагой. Ну, я таки олень. Это реально два рулона, вслепленные вместе. Они очень хорошо просто слеплены, изначально не было понятно. Начал, когда я пытался расслоить, ну понял, да, что это два рулона. На потолке, значит, у меня сотка. Ну, хуже не будет. На стенах где-то 50, а где-то и тоньше. Эти слои достаточно легко вдоль распускаются. И можно даже вот в таких небольших толщинах его упаковывать. Поверх утеплителя первым слоем идет красбумага. Ну, чтобы меньше утеплитель этот пылил. И чтобы фольга, которая будет поверх крепиться, меньше крохотала, когда будет поддаваться пар. Есть такая особенность у обычной фольги. Соответственно, чтобы меньше было стыков, фольгу надо будет сюда накатывать рулоном горизонтально. Вот так вот пойдет целиком. Целиком одна полоса, потом вторая полоса. Ну, естественно, чтобы нахлёст был сверху вниз, да. Стык будет проклеиваться алюминиевым скотчем. Потом с потолка также будут уже какие-то другие полосы выходить. И тоже все стыки будут проклеиваться алюминиевым скотчем. Чтобы было герметично термос. Все вот такие выходы, они будут обклеиваться алюминиевым скотчем. И все моменты, где будут степлером фольга пристегнута, пристрелена, закреплена, они все тоже будут заклеиваться алюминиевым скотчем. Герметично!